Всем привет, дорогие друзья! Большой привет из Дубай! Сегодня мы с вами отправляемся на ужин по системе «Всё включено» в отеле Рио-Дубай. Очень интересно, отличаются здесь ужины по системе «Всё включено» от турецких ужинов или нет. Пойдёмте. Вот он наш ресторанчик. Измеряют температуру обязательно при входе, выдают маски тем, у кого их нет. Красиво при входе, такие звёзды, всё в огоньках, такой, знаете, интим-интим. Очень большой здесь зал, мест много. Что? Здесь нас встречают макароны нескольких видов. Здесь можно, видимо... Нет, это, наверное, можно сварить вот какие-то такие овощи. Что-то там варится в кастрюлях. А, это макароны варятся? Что-то он туда... Варят овощи он там какие-то. Здесь... А, подожди. Вот, Лен, я поняла. Можно заправку любую выбрать, и макароны пережарить с этой заправкой. А здесь какие-то котлетки на гриле и рыба на гриле. Вот это вот всё это... Такое... Это индийское. Здесь индийцы отдыхают. И здесь вот этот вот рис, карри какая-то, похлёбка и мясо. Здесь тоже какие-то такие национальные вот блюда для местных. Не знаю, что это такое. Оксана говорит, вот эти жареные пельмени сегодня пробовала. Ей понравилось. А это какие-то колбаски. В смысле, не колбаски, а мясные. Как они у нас называются-то? Так, здесь то же самое, что и было на обед. Это индийка, наверное, такая большая, огромная. Так. Здесь... А, вот здесь рыбка. И... Мидии это, что ли? По-моему, мидии. Только они почему-то не очищенные. А, точно, это мидии. Мидии, Лен. А, мидии. Ага. Мидии, рыба. Ещё. Давайте что-то. А это чикен. Это курица. Написано. А там гриль рыба. Можно, пожалуйста, вот это? И рыба. Фиш. Ага. Пентрио? Хелло. Так. Здесь что? Оооо. А здесь манты. Вот манты я хочу. Манты, мне кажется, это вкусно. А там... А там вот какие-то такие тоже... Можно, пожалуйста, ту? Ту? Да. Ту. And one two. Ту? Ага. Ту and two. Ту? Yes. Yes. That one is the best there. And one. Что он говорит? Хоть бы разломрать. Спасибо. Окей. Слушайте, как я сказала? Ту and two. Так за мной сразу и повторили. Ту and two. Не мудрство. У кого? Что тут еще сказать? Так, наггет. И Ванька был бы счастлив просто. И пицца. И пицца. Пицца с горошком, с ананасом. Я вот такой вот хочу. Наверное, скорее всего, маргарита. Вот это вот вкуснее. Еще вот такие вот салатики здесь. Вот это что-то типа сыра мягкого или творога. Это креветки. Это креветки с макаронами. Еще не рыбная какая-то тематика. Я даже не все пойму, что это такое. Что-то такое. И Ленин любимый голубой сыр с плесенью и вот с черносливчиком. Плюс, значит, вот здесь. Лена, а какие острые штуки из этих? Что здесь острое из этого? Коктейльный соус. Что мне сюда? Какой мне соус сюда? А где спайс? Спайс, что спайс? В спайс. Это спайс? Ну. Ну спайс. А что спайс есть? Вот спайс. Нету ничего, да? Ну ладно, давайте тогда коктейльный соус. Соус коктейльный. Не, вот сюда вот. Торелкук вот. Угу. И все, а будешь фрукты брать? Я фрукты, конечно, спасибо. Я ж не унесу сейчас. Так. Ну и сейчас еще что-нибудь возьмем. Так, что я взяла? Выбор мой. Мой выбор. Ну всего по чуть-чуть попробовать. Вот это мидии, я так поняла. Их здесь самостоятельно нужно чистить. Они не очищенные. Вот это, я не знаю. Похоже на вареники, а это на какие-то манты. Это я взяла королевские креветки. И какой-то салат, подозреваю, что с курицей. Ну было написано, что с курицей, не знаю, что внутри. Ну и фрукты, соответственно. Как бы больше я точно не съем. Я даже этот, наверное, не все съем. Но попробуем. Так, пробуем с вами. Сперва мне вот интересно, Оксана говорит, что-то в Индии такое подобное. Ну, здесь очень много вот это вот блюд в кухне для индийцев рассчитано. Ну, по факту какой-то вареник с непонятной, очень непонятной начинкой. Это точно не мясо. Может быть, что-то типа их... Нет, ну, что-то типа их, я не знаю, что они там едят. Бобы, фасоль или что-то такое. Ну, такого класса. А вот это что-то мясное? Они острые. Он тебе полил острый. Это глупо, смотри. Острым он полил. А я что-то не чувствую, что это острый. Вообще не чувствую, что острый. В общем, здесь это на грани фантастики. На грани фантастики и ужины, и обеды. Не, хорошо, что мы сюда не взяли все семь дней, потому что мы сейчас идем, говорим, мы и есть-то не хотим, но мы идем. А если бы мы так пытались все семь дней, наверное, сошли бы с ума. Ну, в дверь не пролазили бы, это точно. Потому что ты не хочешь, а идешь. Ну, и вот такой какой-то непонятный салатик. Что это такое? Такие они ингредиенты иногда мешают порой. Несопоставимые, мне кажется. Вот это зачетно. Это копченая курица с добавлением морковки, лука. Видите, какой-то еще ингредиент здесь присутствует. Вкусно. Очень вкусно. Ну, и мидии. Ну, мидии, понятно, но, кстати, я мидии всегда вот очищиваю. Всегда все давали мидии очищиваю. Почистили. Почистили. Вот я вообще не понимаю, почему люди так любят вот эти мидии. Почему говорят, ой, там мидии. Все время с притыханием с каким-то. Да. Восторга не разделяю, но все мы разные. Лена, например, она обожает этот вот сыр с голубой плесенью. Она прям кольт вот чисто из-за этой плесени берет. Другой сыр она его оставляет, долго не ест. А я, например, ну, вот вкус, ну, не распробовала. Потому что у каждого человека свой вкус. Так, ну и давайте попробуем королевские креветки. Хотя, мне кажется, их очень сложно испортить. Не очищены. Обычно в салатах сделают очищенные, но они холодные, очищенные креветки. В общем, вот из всего, что я взяла, разнообразие. Самое вкусное, это этот салат мне понравился. Самое вкусное, это устрица. Ну, вот Оксана. Оксана Витя говорит, что ей мидии больше всего нравятся. Это мидии, не устрица. Ну, а мне, вот, допустим, я не понимаю, почему все так по ним это. С ума сходить, ну, то есть. Ничего такого особенного нет. Так что, господа, ужин здесь, конечно, бесподобен. Насколько здесь звезд в этом ручь? Да я звезды вообще нигде не вижу. А, 4? У нас там 4, здесь 4. У нас в Хилтоне 4, здесь 4. Белоснежное белье. Большой, конечно, номер. В общем, здесь здорово. Здесь здорово, здесь круто. И я всем советую, если кто-то хочет, выбирает. Конечно, это прям вот не лакшери. Но вполне достойно. Поужинали, вышли. Вышли немножко прогуляться. Ну, прогуляться, собственно говоря, здесь некуда гулять. Здесь нужно брать такси, допустим, если вы хотите. И ехать в город. А так здесь территория-то, она не очень большая. Ну, вот обойдете вы ее там за 3 минуты. Ну, можете просто подышать. Воздухом полежать там рядом с заливом. Можете посмотреть, вон там, как красиво светятся эти башни. Сейчас сходим вместе, посмотрим. Там что-то еще светится, что такое, не знаю. Сейчас, в общем, сходим вместе с вами на разведку. Я так всегда люблю, как смотрятся вот эти вот бассейны вечером. Очень красиво. Вид отсюда просто умопомрачительный. Лена села. А почему здесь сыроет? Это сырое, мама милая. Ну, это кто-то что-то пролил, может быть. Не пролил, а здесь после купания. А может после вот, ну, здесь то, что... Ну, так вот смотрится вечером. Вот это залив. Давай сюда, здесь посмотрим. Сейчас я возьму. А, и здесь мокрое. Может, их мыли? Нет, не мыли. Там месяц. Ты купаешься, после пляжа идешь, садишься. Видите, месяц какой. Маленький, небольшой. На пляже ничего не подсвечивается. Но зато там вот этот вот район, он весь-весь-весь в подсветке красивой. Очень красиво. Знаете, как? Такое ощущение, что вот там какая-то жизнь кипит, да? А здесь тишина. Тишина. Поэтому, ну, вот видите, как есть плюсы таких отелей, есть минусы. Все. Пришла в номер. Девчонки еще там сидят. Я не могу сколько сидеть. Сейчас времени половина десятого. Столько есть и столько пить, реально это невозможно. Это невозможно, ребят. Потому что все равно больше, чем твой желудок помещает, ты все равно не можешь, по-моему, больше ничего употреблять. В общем, зашла. Сейчас хочу показать вам. Смотрите. Мы ушли и оставили балкон открытый. Представляете, какая влажность сильнейшая. Видите? Вот это вот все мокрое. Проступила на плитке. Я оставила единственное, что работать. Вот этот вентилятор. Ну, кондиционер, соответственно. И здесь сразу запотевает, когда вот это вот все открываешь. Я уже даже подумала, думаете, какие-нибудь птицы там, насекомые. Чего-нибудь так интересного. Здесь свет, наверное, не предусмотрен на балконе. Но зато сохнут вещи хорошо. Все вещи у нас быстренько высохли. Вон там, вон Бурж-Халиф виднеется. А так какая-то огромная-огромная дорога. Сбоку. Ну и подводя итог, хочу сказать, что отель всем хорош. Всем хорош. Все мне нравится. Единственное, что вечером делать здесь абсолютно нечего. В самом отеле анимация. Что касается анимации, там, допустим, вечерней анимации ее здесь. Ну, не знаю, сегодня мы не видели. Сегодня не было вечерней анимации. В общем, вечером, если чисто в отеле, да, то, соответственно, ты сидишь и в баре что-то делаешь. Ну, либо в комнате там, в номере отдыхаешь. Вот, но многие берут такси и, соответственно, уезжают на такси. Вот у нас с девчонками вышел на эту тему спор. И они говорят, что все-таки правильно, что мы не взяли этот отель, потому что, ну, как бы они не ездили бы, с одной стороны. А с другой стороны, я говорю, мы же все равно с вами ездим от нас. Какая разница, что мы от нас ездим. Ну, в общем, смысл в том, что у нас ты вышел и можешь пойти там куда-то вечером прогуляться. Здесь прогуляться некуда, только на такси уехать. Хотя у нас, по факту, тоже на такси уехать, потому что, ну, там, либо на метро. Потому что, ну, вот так вот гулять по городу вечером, просто вот как мы привыкли там, пешие прогулки, это очень жарко. Они вот здесь вот, кто местный, почему у них тут такие вот огромные эти торговые центры, молы? Потому что они проводят время там. Когда у них жара, там вот у них и кинотеатры, и вот сами магазины. В общем, огромные-огромные торговые развлекательные центры. И время они проводят там, поэтому там и аквариумы, соответственно, и все остальное. Мы обязательно с вами еще прогуляемся по Дубай-молу. Там просто я очень надеюсь, что у них вот эти вот праздники закончатся, и в будний день там не будет вот в таком количестве народу, в который мы попали. Вот там просто у них вот этот закончился Рамадан, и был вот этот самый главный праздник, и они там три дня гуляли. Вот, и поэтому мы попали вот в какую-то такую самую-самую толпу. А я толпу вообще не люблю категорически. Вот в толпе где-то там ходить, находиться точно не мое. Вот, поэтому в ближайшее время у нас планы какие. Ну, завтра мы еще здесь. И здесь мы, надеюсь, побудем там, ну, до часов пяти, если получится. Потому что здесь пляж, и нам ни на какой пляж другой ехать не надо будет. Вот, хотя номер здесь надо сдавать в 11 часов. Заезд в 4, у них официальный выезд в 11. Ну, вот видите, нас заселили в 11, номера свободные были, а вот номер сдать в 11. Если браслеты не снимут, то мы останемся еще. Вот, потом вечером пойдем у нас погуляем по нашему молу Эмирайт, Эмирайт. Эмирайт, по-моему, он там называется. Ну, он очень тоже большой, вот этот мол. Вот, следующий день у нас весь половина дня сафари. Потом, я не знаю, осилим мы, не осилим после сафари рамку золотую. И хотели мы еще на пляж вот этот вот съездить, про который мы мне писали. Он у меня там есть. Вот, потом через день у нас шоу Ля Перла. Ля Перла или Ля Перла. Ну, в общем, очень такое интересное шоу здесь, которое все хвалят и говорят, что обязательно нужно посетить. И, ну, плюс еще какой-то пляж мы хотели посмотреть. Ну, в принципе, как бы дней-то там больше не остается. Хотели мы вечернюю экскурсию, мы ее уже взяли, мы ее уже забронировали у компании. Туристина. Очень хорошая компания, я вам про нее уже говорила, что удобно. Вот нам ее посоветовали. Дома даже можно забронировать. Мы уже вот уезжая из дома, забронировали сразу обзорную экскурсию. Вот сафари забронировали. Лодку. Ну, от лодки мы отказались. Почему? Потому что, ну, мы уже фактически прокатились на этом кораблике, как он, Долл называется, когда вот у нас была обзорная экскурсия. Вечером оно, конечно, красивее, там, с ужином. Но мы уже все это видели, ну, просто чисто поесть, как бы, ну, смысла нет. Поэтому вот от этой экскурсии, ну, просто хочется что-то другое посмотреть, чего мы не видели, потому что времени и так у нас слишком мало, и не хочется его терять. Вот, ну, вот такие вот какие-то у нас планы. А так, конечно, ощущения, знаете, двойственные. Я очень рада, вот мне нравится вот этот отдых. Очень я довольна. С одной стороны, а с другой стороны, еще раз говорю, что, ну, немножко зелени мне все-таки не хватает. Ну, посмотрим вот этот пляж. Говорят, что он очень зеленый. Возможно, понимаете, нужно посмотреть, чтобы вот составить. Мы очень часто делаем какие-то неверные выводы из-за того, что у нас нет достаточного количества информации. То есть там, вот знаете, попадет человек там в ту же Турцию, да, в какой-то плохой отель, говорит, все, мне страна не понравилась, в Турции делать нечего. Вот это вот ни в коем случае нельзя. Нужно попробовать вот как минимум несколько отелей, чтобы вот понимать, да, потому что, ну, разные отели бывают и разные обстоятельства бывают. И посмотреть как можно больше мест. И самый последний момент. Я уже сказала вроде бы в видео, но многие смотрят на перемотки и не слышат или не хотят слышать. Многие советуют экскурсию в Абу-Даби. Абу-Даби сейчас для туристов закрыт из Дубая. То есть там либо вы летите сразу в Абу-Даби, там с тестами какая-то проблема, поэтому нам Люба сказала, не летите пока сейчас туда, что, ну, в общем, проблема с тестами. Вот, поэтому в Абу-Даби, как бы там нам не хотелось, съездить у нас не получится, потому что пока что для туристов он закрыт. Ну и все. Огромное-огромное спасибо, что вы были с нами, что посмотрели это видео. Всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива. И, как всегда, увидимся с вами вновь. Пока-пока.